Вместе всегда нам по пути Лучше компанию не найти Смешки ты, знаю и я Жизнь важнее всего семья Это моё семья Воздушный змей Дружок Барбоскин уверенно ведёт мяч к воротам Вот он уже у цели Удар и гол! Поймала, поймала Ну вот, из-за какой-то тряпки промазал Горыныч не тряпка, а воздушный змей Он не виноват, это ветер Один-ноль в мою пользу Так нечестно На, уноси своего Горыныча подальше Давай переиграем Поберегись, Горыныч летит Чуть не упал Упал Ой, Гена, ты в порядке? Малыш, забери своё чудище Поиграй где-нибудь в другом месте Ай-яй-яй-яй, как криво получилось Придётся перешивать Малыш Запускай своего змея на поляне Там ты никому не будешь мешать Поберегись, Горыныч! 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 Стой! Горыныч! А на поляне малыша нет! Его вообще нигде нет! Кто его последний раз видел? Я давно его не видела И я? Это я малыша на поляну отправила А теперь он пропал Малыш! Малыш, ты где? Малыш! Малыш! Малыш, ты где? Малыш! Выходи! Малыш, хватит прятаться! Выходи! Можешь бегать за твоим змеем Где угодно Честное слово! А что, если Малыш в лесу заблудился? Там же страшно одному Надо Горыныча искать Где Горыныч, там и Малыш Вон, вижу, вижу Горыныч в лесу на дереве висит Бежим! Вот и Горыныч А где же Малыш? Малыш! 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 Отзови! Ау! Надо Горыныча в небо запустить Малыш его увидит и прибежит Ларите! А если не взлетит? Вон, как он порвался! Должен взлететь Давай, Горыныч, лети! Ну, лети! Все, я точно заблудился Горыныч, нашелся! Малыш! Малыш! Нашелся! Малыш! Ура! 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 Малыш! 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 Крепко! Теперь не вырвется! Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Мы летим! Смотрите, как мы летим! Я тоже так хочу! Эй-эй-эй-эй-эй! Я в очереди за Лизой! Ха-ха-ха! 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 Давай! Лише! Спасибо тебе, Горыныч! Смотри, как ты здорово все устроил! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Вместе всегда Нам по пути Лучшей кафани Не найти Не найти Значки ты Знаю, и я Жизнь важнее Всего семья Это моё семья Час славы Приглашаем семьи Со своими творческими проектами На конкурс Час славы Победителей узнает весь мир Приём заявок Заканчивается через пять часов О, это идея Я стану знаменитой Мне нужна ваша помощь Я приму участие в конкурсе Час славы Сошью шляпы и украшу их яблоками А вы все будете моделями И поэтому должны помочь мне собрать яблоки Ха-ха! Дружок, обещаю, что сошью тебе настоящую влатавскую кепку Договорились Гена, ты чем сейчас занят? Делаю электрогенератор из садовых яблок Геночка, я после конкурса все яблоки отдам тебе Хм, ну ладно Лиза, я готов помочь тебе просто так Спасибо, малыш Ну что, за работу? Я делаю выкройки Вы собиваете яблоки Времени в объез А что это вдруг вы яблоки решили собирать? Это для Лизы Она будет выступать на конкурсе Час славы Что? А мне ничего не сказала? Я тоже хочу выступить на этом конкурсе Я и новый танец сейчас разучиваю Там нужно всей семьей выступить Вот мы будем моделями Хе, в шляпах по подиуму ходить Нет, лучше я поставлю наш семейный танцевальный номер Что? Нет Ген, дружок Если мы помогаем Лизе То должны помочь и Розе Ладно Спасибо, братики Мы с вами такой танец поставим Вот только как же, Лиза Может быть, вы поделите время? Да вы что? Его и так нет Пора на репетицию За мной С девчонками так трудно спорить А поссоришься с ними Без пирогов останешься Начали И раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Оп, 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 оп Гена, скоро Лиза выйдет Что делать? Роза, я начинаю путаться Какую руку мне поднимать? Ты не могла бы к нам спиной повернуться? Хорошо А мы будем повторять за тобой Раз, два, три, четыре Оп, оп, оп А может, мы им признаемся? Или так и будем бегать туда-сюда? Давай будем Розе помогать Танцевать веселее А мне предложение Лизке больше нравится Столько яблок получу для моего электрогенератора А почему вы яблоки не собиваете? Долага каждая секунда Вот вы где? Лиза, это ты утащила братьев с моей репетиции? С какой еще репетиции? Вы же для меня яблоки собивали Гена, сейчас такое будет Придумай что-нибудь Эврика, Роза, Лиза Что? Вам нужно объединить свои номера Ты, Лиза, сошлешь шляпы с яблоками Ты, Роза, поставишь танец И мы станцуем его в этих шляпах Показ шляп в танце Танец в шляпах Гениально А это семья Барбоскиных Которая одержала убедительную победу В конкурсе час славы Ура! Что случилось? Что это? Ну вот На самом интересном месте О, а что произошло? Это заработал Мой яблочный Электрогенератор Классно Мне нравится Ух ты Хорошо получилось Такие мы все-таки молодцы Рука всемогущая Попалась, родимая! Эх, сорвалась Вот незадача-то Дорогу научно-техническому прогрессу Ну, как тебе мое изобретение? Я потрясен! Рука всемогущая Изобретатель Гена Барбоскин Ух ты Столько рыбы Гена А что эта рука еще умеет? Точно и сам не знаю Идут испытания Хм Роза А ты что делаешь? Да вот Блинчики собираюсь испечь Будешь? А! Что тут происходит? Гена свое чудо техники испытывает Вот она Революция в действии Браво! Браво! Хе-хе Надеюсь, хотя бы есть она за меня не станет Ген Ты бы передохнул Блинчиков поел Ну, я в лес По грибы Ой, деда Не до этого мне Сам же видишь Дел по горло Эй! Ты куда? Левее, левее А теперь вниз И Ура! Попал! Есть гриб! Находим Срываем Кладем Находим Срываем Кладем Ух ты! И ничего ж себе! Так с этой штукой Теперь можно вообще ничего не делать Ага Отдыхай Ой, па-ла Ой! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой! Тссс! Тихо! Не ровен, сейчас генку разбудишь. Только не это! Плакали тогда мои грибочки. Хе-хе-хе-хе! И моя рыбалка. А я стараюсь, как люблю, рыбу ловить. Эй! Пирожки! Сама испекла. Угощайтесь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вкусно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. А куда это вы? Засек. Внутик, не надо руку твою всемогущую, а? Как не надо? А кто ж тогда будет грибы собирать, рыбу ловить, пирожки печь? Мы с вами! Пирожки печь? Очень даже интересно. Поешь, еще теплые. А я обожаю грибы собирать, потому что ничего не делать, ну, очень скучно. Внучек, а может, пора эту руку на конкурс отправлять? А что же я тогда буду делать? Отдыхать! СОКРОВИЩЕ ПРОФЕССОРА СЕММЕ Хе-хе-хе! О-хе-хе! Попался! А-а-а! А-а-а! Ай! Мои сокровища! Ай! Хе-хе-хе! Два ноль! Да ну тебя с твоими играми! Лучше посмотри, что я нашел! Мои сокровища? Слушай, я профессор Шарперио Семе, владелец данной земли, завещаю свои несметные сокровища обладателю сей карты, то есть нам! А земля-то его один в один наш участок! Точно! Так, если это веранда, сад, здесь песочница, яблоня, тогда сокровища в парнике! Парнике! А Гена не будет против? Шутишь? Речь о сокровищах! Да и золото, которое мы откопаем, он нам памятники отольет! Ой, Геночка! Хорошо, что ты пришел! Вы что наделали? Как вы могли? Мои призовые баклажаны! Да забудь ты про свой огород! Вот, смотри! Настоящая карта сокровищ! Карта! Ага! Какая карта! Вы хоть представляете, сколько работы было вложено в эти баклажаны! Что я теперь покажу на выставке агродостижений? Чтоб ноги вашей здесь не было! И что теперь? Что-что! Раз у Генки нет желания кооперироваться, придется справляться самим! КОНЕЦ Фу! Ай! 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 Пей, Хелиус, чистейший органический компост Похоже, паразиты в корнях Ай, ай, ай! Фу! Так, Геночка, кауту нашли мы Значит, имеем полное право претендовать на сокровища Вот здорово! Тогда мы все вместе их рассадим Рассад... Что? Семена! Это и есть несметные богатства профессора Семя? Ага, Шарперио Семя Выдающийся профессор ботаники А здесь его сокровища Семена самых экзотических растений на земле Теперь-то всем утру нос на выставке агродостижений Ну же, за работу! Честный обмен Ого! Ты чего так расшумелся? Бесполезно, безнадежно Через два дня сдавать нормативы по физкультуре Я стану двоечником Ха! Нашел из-за чего переживать Пара грамотных тренировок и все! Нормативы в кармане! А вот у меня доклад по географии Рехнуться можно! Хм! Дружок, а давай я пишу доклад А ты меня хорошенечко тренируешь Ха! А что? Вполне себе честный обмен! Держи доклад по географии Ну что, я справился с поставленной задачей? Ха! Ловко ты! Ладно, Генка, потом выучу А теперь твоя очередь Готов к своему физическому становлению Тогда десять кругов по двору! Побежал! Э-э-э-э-э Десять? Может, начнем с более реалистичной цифры? У тебя, похоже, есть силы на разговоры? Двадцать кругов! Ну что, неплохо размялись? Думаю, теперь можно приступить к тренировке Размялись? А знаешь, двойка по физкультуре Это еще не конец света Как-нибудь переживу А как же наш договор? Я же слово дал, что тебя натренирую Так, я освобождаю тебя от этого обязательства А доклад по географии? Считай, это подарок На день рождения Или на Новый год Как захочешь Ну уж нет Дружок свое слово держит До конца Ха-ха! Вот незадача! Похоже, придется попрыгать Что за глупые шутки, дружок? Развяжи немедленно А ты попробуй догони Ну молоток, Генка С такими преградами совладал Что за гадость? Не гадость, а коктейль Формула спортсмена Дай сюда Укроп, чеснок, баклажаны И много-много капусты Иммунитет знаешь какой будет? Формулу спортсмена Даже в олимпийской команде используют Дружок, я просто хочу сдать физкультуру И пить Ну раз так, то за этой чугунной стеной Пакет прохладного освежающего молока Вот это я понимаю Силовая нагрузка Заслужил чемпион Сделаешь еще три подхода по десять раз А потом увеличим нагрузку Что? Я тебе сейчас устрою Три подхода по десять Спокойней чемпион Такого упражнения в списке нет В каком еще списке? Список нормативов по физкультуре Которые ты успешно выполнил Поздравляю, умник Это на пять с плюсом Жим сидя, кросс, прыжки в длину Я сделал все это? Я же говорил Пара грамотных тренировок и готова Получилось, дружочек Пять с плюсом Это нужно отпраздновать Не время праздновать, Генка Доклад ты написал Но заучить его мне не по силам Я пропал Ха-ха Пара методически грамотных занятий И ты почти собака Пржевальского Шучу Ты спас мою физкультуру Теперь мой долг Спасти твою географию Ведь у нас с тобой честный обмен Необычная ночь Сегодня ночью Луна подойдет к Земле ближе, чем когда-либо за последние две тысячи лет Эй Эй Дети не нуждали этого дня Чтобы продолжить наблюдения за поверхностью спутника Алло Да Хорошо, папа Не волнуйтесь Да, в десять спать Ага Целую Пока Хм Мама с папой задерживаются в гостях Папа сказал, чтобы все меня слушались И что всем пора спать Удар вызывал извержение лавы из лунной мать Також на поле поздний гипотезм Вулканическая активность Сколько я могу повсоять? Где она? Да-да, сейчас Лиза, ты не понимаешь, что сегодня особенный день Сегодня уже ночь Папа и мама велели в семь в десять ложиться спать А меня оставили за старшую Но... Не возражай мне И не вздумайте хитрить Смотрите, я проверю Безобразие Левый нападающий Пас полузащитнику Гена, ты спишь? Двужок! Двужок! Поворотом! Гол! Брат, проснись! У гены раздвоение личности Он там и сразу тут Их два гены Два гены? Два гены раздващие Ну És безусочный Му-м-м! Я держу его! Держи его! Эй, вы чего? Гена? Это не Гена. Гена спит. Гена, Гена, проснись. Это не Гена. Это компьютер и подушки. Генка, так это ты! Конечно же я. Кто же еще? Мы думали, ты спишь. Нет, это манекен. Специальное устройство включает и выключает магнитофон. Смотрите. Когда мы открываем дверь, механизм из рычагов и грузов включает магнитофон. А когда закрываем, звук выключается. Вот и все. Хм, оригинально! Потрясающе! Но зачем такие сложности? Да чтобы ты не мешала моим научным наблюдениям. Один раз в две тысячи лет Луна становится ближе к Земле на одну тысячу тридцать пять километров и один метр. И никому в нашей семье это не интересно. Надо же! Она совсем близко! Ого! Вот это да! Рекорд Пекинеса Он разгоняется! И со всей силы по нашим воротам! Бац! А тут я, решительно вырываясь вперед, мяч у меня обвожу одного, второго, в общем, всех и забиваю решающий гол! Гордись, Генка! Твой брат, ну, очень крут! Забитый гол – это еще не повод для зазнайства. Вот кто по-настоящему крут! Официально, между прочим, он установил новый рекорд Пекинеса! За два часа съел тридцать килоконфет! Тридцать – это же новый виток в эволюции! Ха! Тоже мне виток! Да я! Да мне! Да мне эти тридцать кило съесть, расплюнуть! Дружочек, у тебя обычный желудок среднестатистического млекопитающего. Тебе такое не по силам! Генка, я сколько угодно конфет съем! Спорим? Все конфеты, печенье, торты! Короче, все, что есть сладкого в доме, съем в одну секунду! Ну, в общем, за час! Это невыполнимо! А я выполню! Давай, кто проспорит, танцуют во дворе при всех! Танец маленьких лебедей! А? Ха-ха-ха! В балетной юбке! Спорим? Заметь, не я это предложил. Генка, как там маловато сладостей? Ты еще в холодильнике посмотри! Может, там что завалялось? Ты сначала это съешь! Легко! Смотри и учись! Оп-ля! Ну-ну! Вначале всегда легко! Все, братишка, проспорил! Я сожалею, но... Та-та-та-та! Дру-та-та-та-та-та-та! Ты лучше разомнись! Растяжку сделай! Чтоб танцевать было легче! Ха-ха-ха! Пойду принесу балетную юбку, чтобы ты успел переодеться! Молодец, что принес! Хотя мог и надеть по дороге! Спрятал, Пади! Спрятал, Пади! Вот инфузорья! Тебя нужно в книгу рекордов Пекинеса заносить! А я тебе что говорил? А-а-а! Нет, что ты! Я не заставляю! Не поставишь новый рекорд, внесешь свой вклад в развитие балета! Знаешь, время вышло, братишка! Привет! Дома кто есть? А-а-а! Я специально этот торт с конфетами спрятала, чтобы никто не съел! Ко мне сейчас одноклассники придут! У нас вечеринка, а вы все слопали! Чем я теперь друзей угощать буду? А-а-а! Конечно! Все в силе! Приходите! С вас тортик! А с меня шоу-программа! ДВОЙНОЙ ДРУЖОК Правда, похоже? Я их клонировал! Взял кусочек от этого цветка, поместил в пробирку и вырастил второй, точно такой же! Э-э-э! Вернее, взял кусочек от этого! А это клон! Теперь не перепутаешь! Здорово! А сможешь мой торт на день вождения клонировать? Малиновый! Бубиков Аршавкину Аршавкин бьет поворотом! Гол! Получилось! Ты вообще умный! Иди и пинай свой мяч на улице! Тогда бы ты не увидела коронный удар Аршавкина в моем исполнении! Ха-ха! Голубий торт! А аттракционы! Может, ты с ней поговоришь? Как свидетель! Скажешь, что я не хотел ее обижать! Могу попробовать! Лиза! Можно к тебе? Ну, что еще? Лиза! Может быть, ты простишь, дружка? Он не специально... И не проси, Гена! Он грубьян! А еще он лодый, разгильдяй, обормок и позор семьи! Ох! Ну как? Бесполезно! Она про тебя и слышать не хочет! Говорит, что ты... не лучший пример в нашей семье! Ах, понятно! Слушай! А что, если сказать Лизе, что я тебя клонировал? И на ее день рождения придешь не ты, а твой двойник! Двойник пойдет, а я останусь! Вот инфузория! Ты пойдешь! Просто Лизке скажем, что ты, это не ты, а клон! Точно! Ты зачем дружка привел? Я же говорила, что больше не хочу его видеть! А где дружок? А это? Это не дружок, а его клон! Я назвал его дружок версия 2.0. В отличие от предыдущего, он хороший, вежливый и не занимается глупостями. Вот, смотри! Фу, мяч! Глубоко уважаемая Лиза, разрешите помыть за вас пол! Ну, по-моему, тем. Дружок, убери же свой мяч! Подождите, а где наш старый дружок? Ты же сказала, что он грубиян. Вот я и посадил его в пробирку и вывел из плохого дружка хорошего. Не волнуйся, того безобразника ты больше никогда не увидишь. А этого вполне можно пригласить на день рождения. Не поняла. Как это посадил в пробирку? Ему же там тесно! Ну и что? Сам виноват? Первый дружок, хоть и был безобразник, а всё равно свой, родной. Немедленно вынимай моего братика из пробирки! Или ты тоже не хочешь ко мне на день рождения? Хорошо, хорошо, Лизочка. Я всё сделаю, только не нервничай. Гвоздь мне в кеды. Ничего не получилось. Теперь и меня из-за тебя на день рождения не позовут. Быстро иди и скажи ей, что ты, это ты. Что, Лизка, родного брата не узнала? Ой, Блочек, это ты. Знаешь, а я подумала, что всё-таки приглашу тебя на свой день рождения. Ура! А куда ты дел второго? У меня ещё посуда не мытая. Нету. В результате реакции Синда за этого дружка тот дружок испарился. Испарился? Но ведь он тоже был живой. И ты его уничтожил. Ты злой и жестокий мальчик. Ко мне на день рождения можешь не приходить. Лиза, поздравляю тебя с днём рождения. Я, между прочим, тебя не приглашала. А, Лиза, это не я. Гена меня из себя клонировал. Я хороший. Малыш, передай-ка мне кусочек малинового тортика. Суперпапа Папа, а ты бы смог стать суперменом? Ну, давай же. А, конечно. Стань суперменом. Пожалуйста. Всего-то надо накачать мышцы и научиться летать. Зачем учиться? Ведь я и так супермен. Правда? Конечно. Просто я тебе об этом никогда не говорил. Смотри, какой я сильный. И летать я умею. Только сейчас не хочу. Каждый день, приходя на работу, я переодеваюсь в специальный костюм супермена и лечу бороться со злом. Только никому. А ты с вампирами дрался? Хе, конечно. И с вампирами, и с драконами, и с этими... Ну, как их? Тараканами? Да нет. С пришельцами. Ух-ти. Твой папа самый сильный, самый смелый и самый отважный мега-супермен-вселенной. Что здесь происходит? Ты в порядке? Конечно, в порядке. Папа ведь супермен. Ему все нипочем. Малыш. Я пошутил. Пошутил? В следующий раз, когда захочешь побаловаться, сразу постели на пол что-нибудь мягкое. Спокойной ночи, рыбка. Жаль, что ты не волшебная. Эй, малявка, полегче на поворотах. Кто это тебе сказал, что я не волшебная? Ух-ты-бух-ты. Ты умеешь разговаривать? Да я вообще все умею. Хочешь, исполню любое твое желание. А ты сможешь превратить моего папу в настоящего супермена? Да не вопрос. Привет, малыш. Папа. Это я, сынок. Как видишь, я стал настоящим суперменом. Теперь меня ждут великие дела. Папа, подожди, а как же я? Давай еще поиграем. Не сейчас, малыш. Сначала мне надо победить все зло и коварство. А потом я сразу же в твоем распоряжении. Не скучай! А-а-а! Он скоро прилетит. Ты должен гордиться, что твой отец – знаменитость. папа не может по-другому. Его предназначение – делать мир лучше, а не сидеть дома. Ха! А зачем тебе вообще папа? Есть же мама. А давай поиграем, как будто я твоя папа. Папа! Папа! У тебя все в порядке, сынок? У меня тоже. Хе-хе-хе! Папочка, подожди. Я должен победить свой страх. Пусть малыш знает, что его папа ничего не боится. А-а-а! Папа, как здорово, что ты дома. Ты ведь больше никуда не улетишь. Нет, малыш. Я ведь не умею летать. Ну и хорошо. Я больше не хочу, чтобы ты становился Суперменом. Правда? И тебе не нужно, чтобы я был самым сильным и знаменитым? Лучше обещай, что никогда меня не бросишь. Хе! Ни за что на свете! Хочешь, завтра пойдем в цирк, а потом купим мороженое и еще пойдем на каток. Ура! Хотя, зачем ждать до завтра? Пойдем сегодня же. Сейчас же. Чтобы через пять минут был готов к походу в цирк. Бегу собираться. Лучший подарок Малыш! Малыш! Роза, а ты газету вверх ногами держишь. Не смотри на меня! Делай вид, что играешь. Ладно. Малыш, на столе лежит конфета. Эта конфета вознаграждение. ты получишь ее, если выяснишь... Вкуснятина. Хорошо. Ты получишь еще конфету, если выяснишь у Лиски, Генки и дружка, что они собираются подарить мне на день рождения. Ну, учти, это секретная миссия. Эй, Лиза, а ты чего Розе завтра дарить будешь? Меня Роза попросила узнать. Вот так всегда. Все приходится делать самой. А конфету? На. Спасибо. Классавчик. С днем рождения, Роза. Кто там? Иди по стрелкам. Что за детские игры? Клобок? Упрощенное издание? Я сейчас занят, Зайка. Рисую Розен портрет, чтобы подарить ей на день рождения. Мы с тобой потом поиграем. Родные мои, я собрала вас здесь, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. Ваши подарки полная ерунда. Но у вас есть шанс исправиться. Вы все знаете, что мама с папой подарят мне новый телефончик с сенсорным экранчиком. Для него мне еще понадобятся наушнички, чехольчик, подставочка и брелочек с бабочкой. На листике все записано. Что, завтра в шесть? Уберу пока торт в холодильник. Это же надо. У сестры день рождения, а они где-то разгуливают. Ну ничего, когда они придут... Они не придут. Я им сказала, что их подарки плохие. Они, наверное, обиделись. Простите меня. Я... Роза, мы ничего не купили. Все магазины обегали и ничего не нашли. Родные мои, любимые, да ну их эти подарки. Главное, что мы все вместе. Простите меня, пожалуйста. Какая же я была ужасная. Ура! 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 С днем рождения! С днем рождения, Роза! С днем рождения, Роза! Поздравляем! Я хочу сказать, то, что я попросила вас купить мне эти подарки, было очень, очень эгоистично с моей стороны. Как я могла не догадаться, что вы не успеете их купить за один день? Но! Скоро ведь 8 марта. И у вас есть целый месяц на покупке. О! Ну я же пошутила! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Ты и я, ты и я мы с тобой друзья! Ты и я, ты и я мы с тобой друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»